Когда вы говорили о том, что застройщики изменились, они стали строить лучше, существенно лучше, стали предлагать гораздо больше интересных и комфортных условий для проживания, людям, которые покупают квартиры для себя, уже для жилья. Хочется, чтобы и инвесторы, и поведение инвесторов изменилось тоже, потому что, смотрите, на самом деле, что происходит в Краснодаре. В Краснодаре происходит ситуация, когда инвесторы покупают, или, например, такое искажение о том, что инвестировать нужно в то, что нужно всем. И что в итоге получаем? Получаем, что инвесторы покупают однокомнатные квартиры студии в большом количестве, на ранних этапах, и потом в одних локациях, потому что строятся сейчас в одних локациях практически, не в центре, а где-то в отдаленных районах. И, соответственно, в один какой-то момент, а инвестору нужно продавать, ему нужно оборот и так далее, в один какой-то момент происходит большое количество этих самых одинаковых квартир в одной локации, в одном месте, в одно время поступают в продажу. Соответственно, происходит то, что инвесторы снижают стоимость, она дешевле, чем у застройщика, как Илья сказал, на 20%, а иногда даже больше, потому что нужно продать быстрее, получить свой оборот. Соответственно, что? Соответственно, то, что все-таки инвестировать нужно не в то, что нужно всем, а скорее в то, чего мало или нет совсем. То есть какие-то такие продукты, какие-то такие жилые комплексы, которых нет. И это действительно тогда будет выгодно. Мы даже сейчас наблюдаем ситуацию в Краснодаре, когда большую маржу можно получить за квартиру, которую ты купил двухкомнатную, трехкомнатную, нежели чем однокомнатную. Да, вложения у тебя там будет меньше, но тут больше, а там меньше. Но тем не менее, твоя прибыль и ликвидность, она, маржа, которую вы получите, она будет значительно выше. Кажется, что это реклама, но на самом деле я подтвержу, что правда, это абсолютно точно, ведь по сути-то в этом и заключается, ну если мы говорим про инвесторов, неважно, они частные, более-менее профессиональные и так далее, по сути же в этом и заключается искусство инвестора и его профессионализм, чтобы отобрать с рынка не просто массовые какие-то объекты, а найти именно то, что по сути имеет потенциал, что имеет некий эксклюзив условный по какому-то параметру. Да, действительно.